здравствуйте друзьям у нас вопрос на канале спрашивают как живут американцы пожилые которые вышли на пенсию соответственно у них доходов уже ну существенно меньше чем когда они работали а собственного жилья собственного жилья у них нет вот как им быть хватает ли им пенсии на жилье ну вот почему как живут эти люди свет ты скажешь чуть может быть для начала ну я могу сказать что то что знаю по опыту наших родителей значит все американцы которые выходят на пенсию делятся на две большие группы и те которые не имеют своего собственного жилья да это те которые или джи был для того чтобы получать пособие по старости да и те которые получают собственную пенсию и разница между ними такая что те которые пенсию получают они могут не попадать под программы специальное содействие бедным в получении субсидированного жилья а те которые получают государственную помощь то и живут как бы на прожиточном минимуме вот те очень счастливые получают возможность получить это вот субсидированное жилье субсидировано жилье бывает двух видов бывает просто субсидированное жилье а бывает так называемая восьмая программа которая еще лучше то есть человек не привязан конкретному дому а он может жить где угодно ему дают такой ваучер и он может снять жилье и государство будет доплачивать две трети стоимости этого рента а он будет платить только из своих доходов только одну треть я бы свет сказал что то о чем ты сейчас рассказал для американцев крайне нетипично то есть безусловно американцы которые на восьмой программе бедные там и так далее но это крайне и типично это гораздо более типично для того поколения иммигрантов которые приезжали советские ну я бы так сказал что они как раз гулять дело в том что получить эти все программы не так легко потому что желающих много а программы ограничены даже если у тебя как бы есть квалификация да на при например вот эта восьмая программа ее могут открыть там раз десять лет и значит открыть это значит что можно звонить и оставить свое заявление и все начинают безумно звонить дозвониться вообще невозможно это просто совершенно сумасшедший процесс и давай мы не будем об этом потому что света однажды дозвонил для моих родителей поэтому у нее тяжелые воспоминания стали вы там с трех телефонов набирали да да но все таки мы дозвонили но те которые не имеют никакого вообще субсидированного жилья ну а во первых они могут уехать в штат где подешевле да и это в общем то очень такая размеры в пенсии не сказывается да и например уехать там какой-то другой штат а может быть жилье очень дешевый в аризоне за тысячи долларов можно снять шикарный там дом с тремя спальнями в техасе и уж там дворец можно снять в техасе не намного дешевле но во всяком случае вариант один то уехать туда где подешевле до уехать туда где подешевле вариант второй например вот в городе сан-франциско люди могут жить очень долгие годы если они понимают что они выйдут на пенсию у них нет своего жилья они его ориентуют и в городе сан-франциско там рент-контроль то есть если они живут достаточно долго то у них соответственно рент невысокий и ленд-лорд не может им поднять они платят намного меньше рыночные цены да но тут есть еще вот какая фишечка дело в том что очень многие американцы ну задаются вопросом как я буду жить на пенсии если допустим 70 80 100 лет назад но вообще и продолжительность жизни не было такой большой но в принципе с детьми жили а чё там вот вот жили с детьми сейчас такого нет да и они себе на старость планируют что-то они могут завести какую-нибудь недвижимость просто на пенсию на будущее то есть они могут выплачивать там 10 15 20 лет 30 лет пока они работают и она намного намного дешевле это недвижимость чем допустим если бы они купили квартиру в нью-йорке в бостоне в сан-франциско там и так далее это это намного намного дешевле вот допустим там что какой там местечко там в таком месте для пожилых людей где-нибудь во флориде всем не самому шикарным а вот так скромненько это очень-очень-очень по карману и у многих людей есть так что-то вы на проскочили да я даже не пойму сейчас мы сейчас развернемся но пока на развороте вот поэтому то такого тоже много да я скажу немножко дело в том что поскольку той пенсии заработанные вообще-то довольно таки мало даже самые большие максимальные пенсии они все равно такие небольшие да то те люди которые не планируют заранее в общем-то у них положение не очень хорошая и я например знаю вот так она мишен папа жил в этом субсидированном доме там жила женщина не очевидно была небольшая пенсия да и американка белая да и у нее несмотря на то что у нее был дом субсидированный пенсия небольшая и она подрабатывала то есть то ли она с кем-то сидел с какими-то детками то ли она что-то делала общем парт-тайм конечно это не на пол там работе она была довольно таки уже возрасте такая старенькая была вот и подрабатывал потому что как она не хватает денег и все то есть ну как как и всюду да на на старость лет нужно планировать проблема еще состоит не только в том что вот ты допустим вышел на пенсию и вот вроде у тебя там дома нет и надо снимать и денег у тебя мало возьмите тех людей у которых есть собственный дом мало того я делаю ситуацию еще лучше дом выплачен потому что бывает ты на пенсию выходишь и дом у тебя есть а он не выплачен тогда тебе нужно его продавать забирать и деньги которые в нем есть и искать все что-нибудь более посредством день подальше может быть там и тогда но вот допустим у него выплаченный дом во первых это тоже не бесплатно он должен за него платить налог на собственность он должен все равно платить электричество газ какие-то еще бывают расходы вот но представьте себе что вот при всем при этом ему может быть даже и хватает немножко но вот он становится немощным и у него уже проблема там допустим сготовить это не медицинская еще проблема то есть вот проблема сготовить проблема там добраться до куда-то проблема со зрением он не может вдруг водить машину вот эти человек потихонечку потихонечку выходит из строя и и тут уже не так важно например есть у него жилье или нет у него жилья своего а важно то что даже имея свое жилье тяжело плохо быть понимаете плохо быть лучше быть молодым и здоровым чем старым и больным известная истина дело да но вот поэтому конечно желательно планировать как-то желательно откладывать желательно иметь недвижимость желательно иметь пенсионный план желательно иметь страховку там жизни желательно иметь страховку называется лонг-терм кер если тебе нужен уход а детей рядом нету и люди не хотят чтобы дети как бы обузом детью детям нашею вот они там покупают эту страховку чтобы она оплачивала уход знаете поэтому есть много много разных инструментов но в конечном счете ну что есть есть дома престарелых в конце концов но это когда люди совсем белый но еще у них дать возносить за собой ухаживаю дело в том что дома престарелых нет 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 есть большая разница потому что это и у нас называется ассистит ливинг еще это это ассистит ливинг это тоже дома престарелых но для людей которые состоянии платить деньги за себя и в общем то там как в дорогих санаториях то там поднесут это санаторий когда люди с деньгами или дети у них да они бывают бывает очень часто что например мы там интересовались в одном городе что люди продают дом отдают все деньги вот это 20 дают все деньги вот в этот вот в этот ассистит ливинг да и там уже они живут всю жизнь они уже не платят за жилье уже у них там все проплачено во сколько им осталось они там это большой бизнес они строят такие комплексы там с медсестрами со столовыми за там фан то есть эти которые старички помоложе так они тусуются они ходят они они могут жить в отдельном доме подойдет туда значит они могут жить при в отдельном доме а потом когда им станет чуть-чуть похуже они могут уже перемещаться там потихонечку в квартиру да вдруг да а потом когда не уж совсем не мощные то они уже почти так госпитальном каком-то режиме это стоит денег и немалых ну на самом деле вот что когда ты страховку эту покупаешь чем раньше ты ее купишь чем больше лет ты ее платишь тем соответственно меньше ты платишь в месяц но если ты хочешь там допустим собрался на пенсию хочешь купить эту страховку таких денег ни у кого нет но если тебе там 40 лет или там 35 и ты думаешь что я буду делать когда мне будет 70 вот тогда уже купишь такую страховку будешь платить какую-то не очень существенную сумму там на месячной основе очень такая жизнь да друзья значит закончим мы словами светланы хотя тоже принадлежат они не ей что лучше быть богатым и здоровым чем даже бедным и больным счастливо